Добрый день, уважаемая редакция Блокнот Воронеж. Мы от лица всех родителей 2-го корпуса детского сада, города, детского сада Мозаика, город Павловск, обращаемся к вам за помощью. К нам поступила информация о том, что наш детский сад хотят расформировать и наших детей просто разбросать по всему городу Павловску. Причина этому то, что детский сад номер 4, елочка в аварийном состоянии, и руководители этого детского сада вместе, скорее всего, с администрацией города решают вопрос о том, чтобы именно наш сад занять ими, а наших детей, сотрудников, всех расформировать. Естественно, нас такой расклад не устраивает, потому что мы изначально выбирали именно этот детский сад, нас устраивают наши сотрудники, наши воспитатели, наш коллектив. Опять же, скажу о том, что территориально важно то, что все родители, которые ходят в этот детский сад, всех все устраивают. Почему наши дети должны страдать, почему наши сотрудники все должны терпеть какие-то неудобства, и почему именно наш детский сад затронули. Поэтому мы обращаемся к вам, мы хотим, чтобы нас услышали на более высоком уровне, обратиться как-то в СМИ, чтобы вы нам оказали какую-то помощь элементарную, в том, чтобы это просто не осталось на уровне нашего города, а более на высшем уровне, чтобы нас услышали, посодействовали, хотя бы даже в плане того, чтобы большая общественность это все увидела. Да, так не должно происходить. Дети привыкли, ходят каждый день, радуются своим воспитателям, группе, любят очень этот садик. Очень тяжело будет перейти в новую группу, привыкать к новым воспитателям, к новым детям, и территориально очень устраивает. Тут рядом потом они в школу пойдут, через улицу вторая школа в этом же составе, в этой же группе. Поэтому просим оказать содействие. Мы также понимаем, что четвертый сад тоже куда-то этих детей нужно расселить. Этот вопрос нужно решить, но как бы без причинения вреда психологическому состоянию наших детей. Как-то решить этот вопрос мирно, чтобы не пострадали ни те дети, ни наши дети, чтобы все как-то мирно существовали на своих местах.